приветствую всех вы на канале творческий сундучок и с вами татьяна кто меня смотрит то эта заготовка вам знакома и она уже неприлично долго залежалась пора выводить ее в свет шить буду сумку для задней части взяла детские джинсы зеленого цвета и сшила полотно из трех полос выкроила полотно немного больше передней части потому что я намерена заднюю часть тоже простегать в процессе стежки немножко полотно уменьшится а для стежки я сделаю прокладку из синтепона и подложку из ненужной ткани перед стежкой я сметала все три слоя заготовки хотя можно было стабилизировать клеевой паутинкой потому что эти джинсы оказались стопроцентная стрейч вот очень-очень тянутся но я надеюсь что сметка сдержит растяжимость стежка будет не очень частыми ромбиками разметку делаю с помощью линейки полосы будут располагаться на расстоянии три с половиной сантиметра это ширина линейки так ну вот я заготовку простегала сейчас я ее пропарю и выровняю размеру передней части и еще я сделала вот такую небольшую заготовку мне показалось что задняя сторона немного мрачновато и надо добавить света это будет карман и конечно он не будет лишним заготовка простегана плотненькая я осморовила детали и сейчас срезы детали кармана я обработаю бейкой зеленого цвета ширина бейки три с половиной сантиметра ну вот я обработала деталь кармана бейка выкроена подолевой знаю что многим хочется заглянуть наизнанку изделия сама такая здесь я не стала делать подкладку деталь плотная и лишние слои здесь не нужны в общем деталь готова и я ее пристрочу к задней стенке сумки определяемся с местом немного сдвинем к верхней линии среза учитываем что в нижней части будет небольшая подгибка для донышка и так как деталь контрастная надо чтобы она смотрелась гармонично и чтобы этим карманом удобно было пользоваться карман на месте расстояние от верхнего среза 10 с половиной сантиметра но понятно что остальные параметры у каждого будут свои размер моего кармана в готовом виде 16 с половиной на 22 сантиметра дальше соединяем заднюю и переднюю детали между собой стачиваем по трем сторонам выравниваем скалываем чтобы детали в процессе работы не смещались и под машинку готова и теперь к нижним углам ориентируясь на швы прикладываю квадратики 4 на 4 обвожу и вырезаю этот угол ну и то же самое со вторым уголком и дальше я эти уголки сшиваю но при этом я не раскрываю припуски на швы а закладываю их таким образом чтобы припуски смотрели в разные стороны прокладываю строчку для ручек выкроила по две полосы из ткани голубого цвета и зеленого цвета зеленые шириной 6 сантиметров голубые 4 сантиметра и сейчас я их соединю по длинным сторонам получилась такая трубочка которую надо вывернуть вот я вывернула и заутюжила вот такая должна получиться заготовка и теперь я сделаю от строчку в самый край голубой полосы от строчку сделала в итоге получилось вот такая ручка с кантиком вот вторая ручка ручки крепкие здесь ткань джинсовая на канале у меня есть видео как сшить красивые ручки из тонких тканей кому интересно ссылку найдете в описании под видео в готовом виде ручки шириной три с половиной сантиметра длина 60 сантиметров ну и дальше присоединяем ручки к телу сумки я нашла середину сложив вот таким образом и сделала меточку затем от этой метки в каждую сторону я отложила по 7 сантиметров прикладываю ручки к меткам располагаясь небольшим уклоном во внутреннюю сторону и концы ручек выдвигая выше среза детали сумки примерно на 1 сантиметр чуть больше это нужно для того чтобы когда мы вывернем сумку на лицевую сторону и будем делать от строчку по верхней линии сумки эти припуски ручек попадут в шов от строчки и это дополнительно укрепит ручки то же самое с этой стороны и здесь уже можно ориентироваться на выступающие части первые ручки и еще раз сверяем чтобы наши ручки в сложенном виде совпадали мне захотелось сдвинуть ручки поближе к середине и теперь расстоянии между ручками 12 сантиметров так они смотрятся лучше закрепляем ручки на машинке сшила подкладку в тех же размерах что и верхние детали пришила внутренний карман такой простеганный плотненький тоже в боковом шве оставила отверстие для выворачивания и теперь эту подкладку я вложу внутрь сумки ручки тоже внутрь подкладку вкладываю таким образом чтобы внутренний карман прилегал к передней стенке сумки совмещаем боковые швы выравниваем срезы аккуратно скалываем и стачиваем по окружности вот я отстрочила и теперь понятно что вот эти хвостики ручек при отстрочке с лицевой стороны еще раз попадут в шов и таким образом они будут надежно закреплены а дальше легким движением руки выворачиваем сумку на лицо это действие можно и не смотреть как следует выправляем уголочки отверстие зашила вставляем подкладку внутрь сумки расправляем шов по верхнему краю таким образом чтобы подкладка была немного ниже лицевой стороны сумки и делаем отстрочку и вуаля сумка готова и мне она нравится поначалу у меня были сомнения относительно задней стороны сумки мне казалось что этот карман сильно контрастирует с темным фоном но по моему ручки все уравновесили и хотелось бы узнать ваше мнение относительно этого и как всегда прошу ваших лайков если видео понравилось жду ваших комментариев они меня очень поддерживают подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о моих новых работах и надеюсь до скорой встречи